Поскольку книга — это прекрасный маркетинговый инструмент, давайте я быстро расскажу о том, как написать хорошую книгу. Как бы вы видели, куда лучше двигаться? Амбициозных партнеров я, наоборот, сдерживаю, а неамбициозных партнеров я, наоборот, раскачиваю. Это сложно, но зато это денежно. Мне кажется, что мы немножко об нашей же собственной амбиции споткнулись. Компания, в которой продает только отдел продаж, продаст всегда меньше той компании, которую продает каждый. Здравствуйте, в эфире снова программа «Битрикс24 слушает». В бизнесе есть очень хорошее слово, фидбэк. Когда компания слушает своих клиентов, мы внимательно посмотрели на отзывы после первых программ и чувствуем, что продолжение должно следовать. Поэтому продолжение следует. Мы снова встречаемся с главным героем, с одним из партнеров «Битрикс24» и говорим о тех вопросах, которые его волнуют. И сегодня у нас в гостях Александр Григорян. Александр, представьтесь, пожалуйста. Привет, я Александр Григорян, совладелец компании «Улей». Мы внедряем корпоративные порталы, HR и CRM-системы и имеем одни из лучших решений по автоматизации процессов развития персонала. В ближайшем будущем хочется зафиксировать высокий доход в интерпрайз-сегменте, а также представлять лучшие сервисы HR-автоматизации, внедряя в компаниях подход «Digital Workplace». С чем пришли? Какие вопросы? Вопросы у нас такие. 2018 год был очень хорошим годом для компании. Мы сфокусировались в большей степени на крупном сегменте. 80% проектов и, соответственно, оборота – это крупные заказчики были. И мы думали, что так будет всегда. И мы начали… Ну, мы взяли хорошие проекты, с ними работали. И с 2019 года мы выстроили заново процесс продаж, начали много продавать активно. До того мы хорошо пиарились, были на мероприятиях и так далее. Тут мы пошли в холодные активные продажи, заходить на государственные компании и крупные бизнесы. И у нас случился большой провал в первом полугодии по разным причинам. Где-то мы не дожимали, где-то просто это другой цикл сделки. Сейчас, к концу года, мы немножко выровняли ситуацию, но все равно отстаем от плана, который построили себе стратегию в начале года. И, в общем-то, сейчас вопрос нам, как дальше. Вот мы сейчас выплавим на нормальное состояние и дальше нам заново стараться отстроить этот процесс продажи. Как-то менять маркетинг или, может быть, менять нишу, не надо сидеть только там, да, этих больших клиентов. Может, надо на каком-то другом бизнесе сфокусироваться. Во-первых, спасибо большое за честность. Те, кто владеет языком жестов, считали, что я прямо это сильно не поверил Александру, когда он сказал, что 2018 год был для них очень хорошим и удачным. Дело в том, что лично для меня 2018 год был очень-очень тяжелым. Поэтому я, ну, прям белой завистью завидую вам, что вам 2018 удался. Но с высоты 2019 я смотрю на вас и сочувствую, потому что у меня 2019 был неплохим, а у вас он был похуже, вот сообщающие сосуды. Знаете, что бы я вам посоветовал? Я бы вам посоветовал все-таки провести мастер-сессию и внимательно проанализировать внутри своей компании с топ-менеджерами, с партнером, с ключевыми сотрудниками и внимательно проанализировать этапы 2018-2019 года, посмотреть на то, что было правильно, что было неправильно. То есть, если честно, в бизнесе это просто. Ты просто продолжаешь делать вещи, которые были удачными и делаешь еще лучше то, что ты делал раньше. И второе, ты просто перестаешь делать то, что тебе не дало эффекта. Либо ты анализируешь, почему эффекта не было. Если я правильно понял, вы работали на так называемом входящем маркетинге, когда у вас была определенная репутация. Кстати, комплимент названию компании. Она очень хорошая. Я надеюсь, что вы как-то активно используете тему улья. Улья. Как сказать? Улья. Ну, то есть, вы такие работящие пчелки, вы добываете вашим клиентам побольше меда. Значит, смотрите, вы должны посмотреть, если эта стратегия была правильная. Почему вы ее выключили? Почему у вас не было обращения в 2019 году? То есть, вы ее совсем выключили? Это было неправильно. И если вы перешли к агрессивным продажам, к исходящему маркетингу, то, наверное, возможно, вы его делали неправильно. Потому что он делается, как правило, определенными инструментами, которые требуют нужного навыка. Скажем, умение позвонить, умение выслать коммерческую презентацию, коммерческое предложение, умение правильно сделать презентацию по телефону, умение правильно сделать презентацию в офисе заказчика, вы читали мою книжку инструменты маркетинга для дела продаж я бы рекомендовал вам ее при стратегической сессии посмотреть по диагонали там 60 инструментов которые вы можете пользоваться для того чтобы как раз делать исходящий маркетинга что есть у вас есть продавцы не должны быть определенные инструменты я думаю что вам эта книга поможет но еще раз давайте резюмирую сочувствую здорово что вы все-таки 2019 год на морально-волевых вырываете какую-то ничью но декабрь как только закончится это понимаю что у вас сейчас такой же беспокойный месяц как у всех в январе когда более менее но закончится январские каникулы и начнется такое но не знает безделье январская у большинства компаний попробуйте выделить один день вот отключив мобильные телефоны где-нибудь за городом в санкт-петербурге много места можно прекрасно посидеть командой и просто поштурмить вот что нам сделать по-другому что нам сделать новое что нам сделать лучше еще такой очень важный вопрос который очень с трудом большим получается у русского бизнеса это что она можно перестать делать но может быть действительно была ошибкой нанять отдел активных продаж и заставить их агрессивно продавать что-то рынку мне кажется у вас такой продукт который нужно как раз продавать на входящем рынке с таким хорошим названием и с хорошей маркетинговой концепции которая выстраивается вокруг слова улей вы можете сделать действительно очень много на входящем маркетинге в битусе это сетевые компании хорик ритейл битуби это торгово-промышленные компании это может быть финансовые компании это могут быть логистика логистика но это как правило найдем как компании которые нормально себя чувствует и как правило они готовы развиваться единственное что по-прежнему в большинстве компаний чар я думаю вы становится согласитесь воспринимается не как стратегическое не как развивающая а как поддерживающие функция понятно что на ней конечно будут экономить у меня есть для вас интересное предложение попробуйте написать книгу потому что нет хорошей книги про и чар на то есть много хороших книг про чар есть нету хорошей книги про и чар которая построена на совмещении темы и чар автоматизация то есть вот это вот мне кажется вообще такой знаете как горький сахар предположим оксюмарон то есть автоматизации чара точно как будет даже вот эта фраза сама уже вызывает отторжение но если вы правильно распишите ведь вы же прописываете перед тем к автоматизируетесь в правильно пропишите что вы автоматизируете соответственно у человека появится порядок в голове и так понимаю что есть мы говорим про чар автоматизировать процесс поиска персонала развить ну как сначала до поиск адаптация потом максимальная вовлеченность и наставничество предположим тоже можно автоматизировать но это прикольная история даже вот никогда не слышал чтобы в компании была автоматизирована эта функция а с учетом того что в это обычно вовлечено большое количество поддерживающих подразделения сотрудников автоматизация естественно всегда бывает лишает их рабочего места чем вызывается наверное отторжение то есть не хотим автоматизироваться потому что наша работа будет потерян это как с лудитами с ткацкими с работниками ткачками появился 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 ткацкий станок он там убирал 40 этих ткачей никто не хочет чтобы работа пропала директор по персоналу тоже чувствует себя в небольшой опасности потому что здорово когда у тебя 20 подчиненных и плохо когда у тебя один подчиненный и какая-то автоматизированная система управления персоналом тогда получается заходить нужно через генерального директора объясняя ему что ну как бы будущее уже здесь то есть по факту книга уже не только просто про автоматизацию чара я сам себя сам себе посоветовал вам посоветовал и сам же себе придумал еще одну хорошую идею и вам естественно и чар 30 но есть мы про по факту перескакиваем то есть мы говорим про обер мы говорим про беспилотное такси почему не можем поговорить по про без сотрудник к вы и чар но быть ему можно дикаря выразил но идею вы уловили говорить про будущее когда мы говорим про будущее она как правило уже наступает пока вы продаете вот прям и себя было чар директора я бы честно говоря напугался и руководители тоже так найти вот есть вот я руку ну как бы я партнер многих бизнеса и про то что автоматизировать мой чар вообще как бы такое отторжение не верю поскольку книга это прекрасный маркетинговый инструмент давайте я быстро расскажу о том как написать хорошую книгу первое вам нужна идея до сессии у вас есть и попав практически уже не значит в книге готова второе вам нужно хорошее название после этого я применяю следующий лайфхак я прошу нашего дизайнера сделать обложку и она у меня где-нибудь распечатанная висит ну то есть каждый раз как ты бросаешь взгляд на обложку понимаешь таки штат не закрыт дальше ты делаешь содержание ну как только тебя готово содержание по факту ты можешь уже контент этого содержания распределить между команды ты пишешь это я тебе объявляю благодарность ты пишет эти объявляю благодарность мы всех вас упомянем в книге ты потом все это сводишь воедино под одной обложкой как доль готов черт 1 черновик надо даешь им отлежаться и переписываешь его через некоторое время тут как бы надо и спешить и чуть-чуть отложить продукт должен две недели как минимум нужно дать продукту отлежаться ты не сможешь свежим взглядом ты понимаешь что практически получился мжп отдаешь его редактору редактор причесывает становится книга действительно похоже на книгу потому что появляется логика появляется абзацы появляется вот какие-то подсвечивание основных мыслей вуаля книга готова а дальше уже техника ты делаешь сам с помощью сам издат техник цифровую книгу может саму и пубе формате там любом цифрового сделать или просто договоришь с каким-то издательством хочу вам дать еще один совет здорово когда в компаниях читают это прямо очень хорошая история я прям когда захожу в офис компании вижу на книжную полку я прямо проникаюсь большим уважением и авторитетом и топ-менеджером которые это организовали и к сотрудникам которые книги почитывает и лайфхак вот в чем заключается попробуйте найти свою компанийскую книгу или корпоративную книгу предложим в своё время я работал с одной крупной автомобильных компаний консультанта у них а настольные книги у каждого сотрудника была книга клиента нашли на всю жизнь потом я работал с одним очень крупным интернет проектом и у них на столе у каждого сотрудника лежала книга тоненьшей доставляя счастье ну александр это еще одна причина почему вы должны быстрее написали книгу чтобы следующем году или в двадцать первом году она лежала на столе у каждого вашего сотрудника естественно стали у каждого вашего клиента потенциально уже спасибо да давайте вот прям сейчас забьемся с александром и заставим его книгу написать александр я очень люблю спорить и такое давайте поспорим что если вы напишите книгу то я буду первым читателем и из меня оба отзыв на обложке но вы должны сделать это до когда у вас день рождения компания летом следующего года в июле все отлично значит соответственно до июля вы пишете книгу хочу фух ну давай я взял шесть месяцев даже больше забились хорошо если меня игрит такой еще вопрос на про план продаж вот сейчас у нас в этом месяце мы план своим видимым но есть риски что мы не выполним хотя только еще есть еще запас по времени вот какие вас могут быть рекомендации как акселерировать обычно помогает выполнять план стимулирования сбыта стимулирование сбыта такая часть маркетинговых коммуникаций которая направлена на три категории мы стимулируем партнеров но вас партнеров нет мы стимулируем клиентов они у вас есть и мы стимулируем продавцов вот если правильно выстроить систему стимулирования продавцов правильно выстроить систему мотивирования клиентов то может случиться чудо то есть вы можете их дожать на более быстрый платеж на более быстрое заключение сделать на более быстрое внедрение и ровно то же самое всегда есть возможность простимулирует продавцов дополнительно но так чтобы они прям зашевелились потому что вам кажется что они от шевелится но они могут гораздо больше шевелиться все время работал в одной реконструкционной компании и наш английский офис придумал неделю которую назвали не blitz week я потом не украл для москвы она тоже стрельнула очень здорово идея была очень простая в понедельник в офисе этой компании был выставлен автомобиль огромный телевизор но по тем временам был 2002 год это было просто чудо техники и такой баннер на котором пара молодая бежала по гавайскому песочку и было сказано что тот кто займет на неделе первое место по продаже получает машину то-то займет второе место тот получает гавайи а тот кто занимает третье место получает телевизор но для этого нужно было продать за неделю внимание норму который обычно продавали за месяц все ходили неделю и говорили что блин это не реал вообще как бы нас хотят развести и вообще как бы напрягаться мы не будем а в пятницу подводили итоги и было шесть продавцов которые перевыполнили месячный план продаж и еще ругали что кому-то там не хватило телевизора даже по факту мы просто пределов не знаем и вот эту идею blitz неделя я утащил ее сделал сначала для офиса прямых продаж потом это сделал для партнеров это в любом случае стрельнуло прям вот ну как бы очень замечательно поэтому попробуйте blitz неделю как раз столько времени у вас есть до конца недели измените систему мотивации вы потеряете в прибыли но выиграть и в обороте игорь меня такой вопрос про стратегию компанию наверно сейчас ключевой потому что мы вот за последние годы попробовали разные сегменты с которыми поработали мы пока еще работаем и с малым бизнесом в том числе конечно мы понимаем тот клиент который лучше всего для нас с точки зрения дохода да там есть это торговая компания которая хотя бы в районе миллиарда рублей оборота за год есть у них есть средства и они хотят это развивать или там есть это битуси то там это 500 тысяч человек и больше но мы думаем а может мы вот зря вот выбрали этот сегмент и почему-то для себя решили что именно там мы заработаем а в других не заработаем и это вопрос понятно общий но вообще вот как бы вы видели куда лучше двигаться но я считаю что конечно на мой взгляд без анализа ситуации это будет конечно такой совет дилетанта на мой взгляд конечно правильно двигаться в сторону среднего бизнеса но понять туда пойдут все потому что малый бизнес у нас не платежеспособный а средний не очень большой это вот вам не германия в которой средний бизнес сделать 80 процентов а вам национального продукта но будет сейчас как государство взялось за малый бизнес потом государство возьмется поддерживать средний бизнес я очень надеюсь что такой тренд будет да и потом приглашать в долгосрочной перспективе то может быть правильная стратегия плюс есть мы правильно дифференцируем себя других компаний но потому что ты всегда будешь в тендере ты всегда будешь в в пуле и тебя будут среди прочих выбирать здесь как раз по людям должна зайти ваше название бы ваш дескриптера в ваша философия работы там г ваши кейсы и так далее то есть реально надо на мой взгляд все-таки готовится к работе не с малым оставьте это маленьким компаниями с вас амбиции расти сами становитесь средней компании идите в сторону среднего бизнеса это опять же требует определенных навыков тоже средняя компания сложнее принимает решение там уже есть лица которые принимают решение лица который влияет на принятие решения лиц который действительно принимает решение поэтому это сложно но зато это денежно малый бизнес мне кажется просто я часто выступая перед малым бизнесом уровень его маркетинга во непрофессионализм меня поражает конечно кажется что сейчас пойдем и там их автоматизируем они даже не знаю что такое воронка продаж поэтому они даже особо не готовы там разбираться воронка продаж когда вы будете давайте мы еще там и автоматизируем ну как бы это вообще для них что-то страшное вы говорите поэтому но такой малый бизнес который хочет стать средним и вы тут ему можете быть очень полезным средний бизнес который понимает что вот как бы он средний а пора уже оптимизировать бизнес-процесс и улучшать выработку на сотрудника повышать эффективность работы компании тут вы и подоспеете но главное чтобы они не были в этапе какого-то перехода потому что там наверно больше всего рисков компании хотя и где-нибудь мне кажется что вот мне кажется даже это интересная история понимать что ты заходишь в компании гриш мы понимаем что в этапе перехода и мы вам можем быть очень полезно потому что это перехода как раз может быть бардак может быть потеря сигнала может быть потеря не знаю там координация между подразделениями а мы все это коротенько синтегрируем и это может быть такой сильной стороной потому что все равно но хоть и говорят что автоматизировать бардак значит получить автоматизированный бардак но просто все-таки очень много компаний среднего бизнеса находится в постоянном состоянии трансформации редко кто хоп и замер ну да и этот процесс непрерывный ну да здесь хоть интересно что действительно мы даже себе один из определений ключевой аудитории нашей было в том что если это крупная компания то что она декларирует прям о том что они занимаются сейчас что они меняются трансформируются так далее есть такие организации с ними реально интересно работать потому что они хотят такие более актуальные современные интересные задачи давать вот вы интересный момент затронули про амбиций вы ведь если у вас есть амбиции расти и здесь тоже всегда вопрос это просто какие то личные амбиций я хочу типа такие крутых клиентов и это есть насколько то с бизнесом я сказал если потому что я честно могу сказать что у меня есть партнеры мне есть к бизнеса вниз партнерам ведь создан nice партнера не амбициозная и не амбициозных партнеров я наоборот сдерживаю они амбициозных партнеров и наоборот раскачиваю и я опять же понимаю что это все от собственников зависит то есть вас интересует статус qo и рост предположим 10-15 процентов в год ну как бы не амбициозно а если выглядеть что мы хотим удваиваться каждый год ну понятно что это очень сложно будет делать потом но вот это как бы заставляет вас по-другому подходить и к организации компании и к измене мотивации и к портфеле услуг и конечно к отличию маркетинга пищу с которого мы начинали здесь комплекс работает но вы как больше сторонник амбициозных задач и целей амбициозных но не реалистичных да все-таки когда компания приходит ко мне как консультанты бит мы хотим вырасти в четыре раза и не вижу это для этого предпосылки божим производства не успевает или партнеров столько нет я говорю вы точно уверены это очень хорошо проводить мозговой штурм как мы можем вырасти в 10 раз кстати совет всем нашим слушателям когда будет проводить мозговой штурм в компании по поводу возможности для роста вы можете как раз задать вопрос дикий должен как нам вырасти в следующем году в 50 раз все посмеются может вырасти в 50 раз невозможно но идеи будут хорошие и вот будет какая-то идея наверняка придумано который покажется дурацкой но из этой дурацкой идеи будет вытекать достаточно здравая мысль просто у меня здесь есть такой момент что мне кажется что мы немножко в нашей же собственной амбиции споткнулись мы выросли полтора раза подумали сейчас дальше будем расти по куда полтора раза и все на это начали направлять и что-то не поспевала ну и я сказал что до основной просек был продаж и может быть это зря было может надо было сохранить результаты как-то потихоньку но насколько это вообще про бизнес право про доход компании потому что ну смотрите вы можете достичь какой-то год вы можете идти за деньгами ну просто вы просто фокусируйтесь на прибыли я даже не правда привлечения оборот в какой-то год вы можете фокусироваться на повышение узнаваемости у вас был такой период на рынке битве очень важно повышать узнаваемость из повышения узнаваемости вытекает повышение продаж какой-то год вы можете сфокусироваться на повышение удовлетворенности клиентов на должен вы можете верить индекс нпс или сисай показатель это показатель с помощью которых можно замерять клиентскую лояльность и понимать возможности для роста и для улучшения внутри компании клиенты говорят нам что у нас хорошо и что у нас плохо соответственно каждый год может быть кин приоритет не обязательно должен быть просто год безудержного роста но не получилось вырасти на полтора раза попытайтесь поставить перед собой но какую-то другую цель но предположим вырасти ну реально предложим если в году в этом году на 50 процентов не удалось вырасти скажите окей 25 процентов перевыкнуть план вообще хорошо но здесь нужно понимать дурку уже за это время сумели набрать какое-то количество сотрудников и у вас уже прибыль проседает может быть тогда действительно нужно реально вырасти на 50 процентов то что 25 это вы как партнера останетесь без дивидендов поэтому и такая игра как кубик рубика ты должен сложить еще многие элементы но какой-то икигай икигай это цель которая по утрам заставляет вставать с кровати такой японский термин у вас должен быть должен мы хотим заработать там миллион долларов или мы хотим чтобы нашим клиентам стал газпром или мы хотим чтобы уровень правильности наших клиентов был на уровне 80 процентов некий показатель который будет драйвить у компании улучшение в одном всегда приводит к улучшению в целом понял спасибо и вот еще один момент из всей концепции нашего разговора и затрагивали про участие собственников продаж у нас два собственника один больше за техническую часть я за развитие и вот в общем то вопрос что я временами стараюсь уходить от процесса продаж но потом вот чувствую что меня туда обратно все равно затягивает и затягивает необходимость у меня есть несколько бизнесов давайте еще расскажу про все свои семь бизнесов и сейчас все постараюсь продать вот видите я использую каждую возможность для того чтобы продавать александр вы не должны стесняться вы должны всегда быть продавцом более того я даже вам бы посоветовал прочитать книгу недавно у меня выходила в начале этого года продает каждый книга о том что кажется сотрудник компании должен быть продавцом даже если у вас есть секретарь даже если у вас есть айтишник они у вас есть они должны быть продавцами вот о том как это сделать книжки продает каждый идея этой книги вот в чем компания в которой продает только отдел продаж продаст всегда меньше той компании который продает каждый а собственник должен быть самым главным продавцом что мне рассказывать про все мои 7 бизнесов или вы поверили про то что каждый должен продавать я вот уверен я в этом не сомневаюсь александр вас спас скажите ему спасибо вообще интересно конечно зашелось было время то я государственным послушаем мы кстати работать с девелоперами которым и вы помогаете можно здесь даже поговорить про некий альянс вы выходите на девелопера видите его это уже из разряда подает партнера вы выходите на девелопера видеть что не у бардак с продажами с маркетингом вы продаете нас но вам должны и встречи раз к нам уходим на девелопера и видим что у него бардак с автоматизацией назовём улей это вен вен Ну, кстати, это да, это интересно. Мы, кстати, любим, да, такие коллаборации. Мы вот в этом году тоже, у нас одно из направлений в продажах было это партнерские продажи. Мы прямо целенаправленно взяли цель, отобрали консультантов, с которыми начали дружить и так далее. Ну, правда, пока эта история на паузе, но просто на нее сейчас нет ресурсов. А так вообще, я думаю, это интересно. Александр нам подсказывает очень хорошую идею. В очень многих бизнесах действительно можно расти за счет партнерских продаж, или как его иногда называют, ко-маркетинг или фьюжн-маркетинг. Это история про то, что ты можешь договориться с кем-то, вот даже просто на уровне договориться. Не обязательно, это должны быть деньги. Ну, то есть ты не просишь агентских, ты не просишь комиссионные. Ты просто говоришь, ты помоги мне, я тебе буду должен, в следующий раз я помогу тебе. Ну, ты просто надеешься на то, что так оно и будет. Вот вы слышали сейчас схему, мы с Александром практически договорились вместе поработать на рынке девелопмента. Не знаю, кто сделает первый шаг. Я надеюсь на Александра. Ну, я вообще-то вас уже в рынок девелопмента привет. Они так, я не знаю, можно ли говорить это слово, хотели Альпину купить. Я говорю про консанты к области невежности. Я понимаю. Спасибо, спасибо. Не знаю, насколько прям напрямую это про бизнес, но он немножко философский, про тему такого баланса меня, моего бизнеса, моей жизни и так далее. У меня была пятерка по философии, я сейчас отвечу на этот вопрос с большим удовольствием. Люблю философию тоже. И вот хочу, вот интересно очень ваше на эту тему мнение услышать. Мы сейчас пошли в бар философствовать с Александром, а вас оставляем подумать над личным балансом. Но Александр серьезную тему затронул. Баланс между жизнью и бизнесом – это прям очень важная история. И вы должны понимать, что если вы потеряете клиента, это ерунда. Если вы потеряете бизнес, ну, как бы это беда. Но если вы потеряете семью, вот это реальная трагедия. Поэтому нужно всегда стараться балансировать, находить время на себя любимого, читать, развиваться, ходить, заниматься спортом, проводить время с семьей. И при этом, конечно, держать руку на пульсе бизнеса, потому что если ты руку с пульса снял, ну, как бы все пропало. А с другой стороны, ты должен понимать, что ты должен постоянно заниматься бизнесом и при этом не терять из виду семью. Ну, то есть писать какие-нибудь романтические смс-ки, звонить, покупать по дороге домой цветы. И вот вам домашнее задание с программы поедете, зарулите в цветочный магазин и купите своей супруге букет. Это домашнее задание от меня. Ну, кстати, и слушателям оно тоже пригодится. А если слушательницы, прям покажите этот участок программы, этот кусочек программы своему мужу, своему другу и скажите, что Ман приказал. Александр, большое спасибо за встречу. Еще раз, мне очень нравится название вашей компании. Мне очень нравится ваше желание написать книгу до конца лета. Вы помните, мы с вами поспорили. Я очень надеюсь, что вы попробуете провести Блиц неделю и все-таки таким образом выполнить или, может быть, даже перевыполнить ваш план продаж. Ну что ж, если нам формат позволит, то было бы здорово, если мы с вами снова увиделись через какое-то время и поговорили о полученных результатах. Удачи. Спасибо большое. Очередной выпуск программы «Битрикс24» подходит к концу. С вами были Александр Григорян и Игорь Ман. Мы с Александром поговорили очень здорово про дескриптор, про важность написания книги, про то, что даже если ты не выполняешь план, его можно выполнить, если поднажать. Помним Блицвик и, конечно, мы поговорили про баланс, но затронули тему баланса бизнес и семья. Не забудьте про цветы. До встречи в следующей программе. Я в первую очередь хочу поблагодарить «Битрикс», что они организовали это замечательное мероприятие, и Игоря Мана за то, что он давал очень интересные, полезные, актуальные и, главное, в эту минуту рожденные идеи. Я точно зафиксировал себе, что мы сможем изменить. Наверное, мы начнем с тех стратегических сессий, с общения, с поиска идей, поиска решений и с той ситуацией, в которой мы стартовали. Есть явно те идеи, те решения, где мы можем подумать, как иначе заходить к нашим клиентам, может быть, к другим людям, может быть, с другим посылом. Мы точно это себе возьмем в работу. Я думаю, что после этого выпуска мы его пересмотрим, с командой проработаем какие-то идеи, которые мы берем в работу, в приоритетах и стартанем. Спасибо. Вечера будут нескучными, особенно вечера вторников. Посмотрим, надо смотреть повтор. Обязательно, с первого раза ничего не поймете. Со второго точно все печатается у головы, а с третьего раза вообще будете красавчиками. А четвертый заговоренный, прямо с четвертого раза смотрите, там прямо прошиты все коды успеха, успешного успеха. Но я вам не говорил. Подписывайтесь на канал 1SBITREX. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok